Уже после Лев Кузнецов ознакомился с промышленным потенциалом республики. В частности, посетил Каспийский завод листового стекла, предприятие «Энергиз» и инвестиционную площадку на территории компании «Мараби». Далее рабочая поездка министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа продолжилась в Новолагском районе. Обо всем по порядку расскажет Раиса от Юсупова. Кортеж главы республики подъезжает к Каспийскому заводу листового стекла. Предприятие работает в полную мощность. Партию высокотехнологичного стекла уже отправили за границу. Кузнецову и Абдулатипову показывают и рассказывают о деталях процесса создания флуат стекла. Производство полностью автоматизировано. Заработает печей и конвейерных лент. Наблюдают отсюда, из аппаратной. На мониторах отображается вся информация о технологии процесса. Завод выпускает 600 тонн стекла в сутки. Тонированные в массе и эффективные виды стекол. И все по самым современным европейским технологиям. На складе отправки дожидаются готовые листы стекла. Упакованные в особые ящики. Следующий пункт рабочей поездки министра по делам Северного Кавказа текстильная фабрика «Нергиз» в поселке Тюбе Кумтаркалинского района. Пока это только макет. Но у предприятия отличные перспективы. Ткани до кому пойдут? Ткани пойдут в Россию. В России домашние кистики. А сегодня к которому? Сегодня мы возим его из Турции, из Турции, из Турции. Да, 500 миллионов долларов и подразмещение у нас. Компания «Нергиз» специализируется на производстве ниток, тканей и другой текстильной продукции в Турции. Строительство предприятия в Дагестане позволит создать 5000 рабочих мест. В случае успешной реализации проекта за пять лет работы «Нергиз» есть возможность довести объемы дагестанского экспорта текстиля до 500 миллионов долларов в год. Это уже территория компании по производству керамических плиток и плит «Мараби». Еще один завод с хорошими перспективами на российском рынке. Все технологическое оборудование заведено, расположенное, находится на среднем площадке. Идет на качество оборудования. Завод занимает территорию в 10 гектаров. Общая стоимость проекта чуть больше миллиарда рублей. Ценовой диапазон выпускаемой здесь плитки будет колебаться от 500 до 1500 рублей. Однако директор убеждает, возможно, и более экономные варианты плитки – от 200 рублей. Рабочая поездка Льва-Кузнецова продолжилась в Новолагском районе. Здесь подходит к завершению строительство школы в поселении Новочуртах на 315 учеников. Работы обещают закончить к декабрю 2014-го. Делегация также оценила условия жизни переселенцев. Мадина с двумя детьми и мужем живет в этом домике уже полтора года. Говорит, совершенно не ожидала визита высоких гостей сегодня. Простота вот эта вот. То, что лично с каждым человеком пообщаться. И не то, что подготовлено, что вот их ждали тут, кто-то вот ждал. Нет, вот остановились, зашли, спросили. И вот это вот очень понравилось мне. Три комнаты и просторная кухня. Коммуникации подведены. Единственное, что огорчает хозяйку, так это то, что в поселке нет единой канализационной системы. Насчет канализации, да, она вот то, что не общая, она же не общая идет. В целом у каждого самостоятельно и быстро набирается. А так в целом неплохо, нормально. Не жалуемся. Рабочая поездка министра по делам Северного Кавказа в Дагестане продолжится завтра. Делегация отправится в Дербент.